всем огромный привет с вами анжелика и в этом видео мы посмотрим мои старты февраль месяц я реально хочу сделать месяцем стартов я так посмотрела что в январе у меня достаточно финишей есть и мне хотелось уже так давненько я уже мечтала что-нибудь да поначинать что-то новенькое много всего интересного лежит а когда топчешься на одном и том же месте но меня так надолго не хватает хотя хочется всегда и финишей но мечтают мечты не покидают о том чтобы такое интересное да начать и первое что я вам хочу показать своих стартах это будет набор от новой слободы относительная новинка совсем совсем недавно вышли вот такие вот туканчики тропичник красу не они меня конечно покорили покорили потому что это цветы экзотические красивые цвета и вот эти туканы ну в общем я в них влюбилась может кому-то они так покажутся не очень симпатичные так вот если присмотреться какие-то динозавры вот но нет мне они очень даже симпатичные и я в них влюбилась купила и не так уж они у меня долго и залежались я и хочу естественно начать что же я буду смотреть и слюнки глотать и и думать о них и и как же так они лежат и и лежат в общем ладно давайте с них и начнем я этот набор уже раскрыла распотрошила у меня уже есть старт естественно и хочу сразу вам показать вот эти нитки вот эти цвета но это что-то красивые цвета нитки аврора 120 в этом наборе 50 кольори в как пишут я тут подглядываю канва аида 16 каунта с фоновым малюнком ну цвета конечно очень классные я пользуюсь этими же палетками планшетками ниточки здесь были просто навешаны я их по завязывала вот такие вот узелочки вот как вы можете видеть я до сих пор не могу понять почему новая слобода пропускает вот они до 23 цвета есть ниточки а потом пустые дырочки но зато потом мы начинаем с 29 я не знаю с какого такого вот удобства им наверное удобно да вот это вот палеточка завешана полностью ниточками ну можно же было оставить здесь последние цвета не не довешивать и ну как то я не знаю это в общем только новой слободе известно почему они так делают пропуски но девчонки конечно да я сама такая же тоже когда первый раз с этим столкнулась я не поняла что за прикол что такое брак какой-то вот но такое у них есть и это я уже встречаю не в первом наборе вот что касаемо ниточек цвета в общем вот эти розовые смотрите переходы снежного розового до такого бордового очень красивые цвета очень красивые в общем сюжетик должен получиться ярким симпатичным и моё начало я вам покажу что же у меня на вышивалась она вышивалась у меня вот то что я имею почти уже птица готова безголовая еще но уже прорисовывается я уже к ее голове поднялась вот что я имею так у меня здесь закреплен магнит вот такой вот кстати магнитик я вам покажу это я приобрела на алиэкспресс на алиэкспресс хороший такой крепенький классно держатся иголочки это у меня уже не первый раз я не такие прикольные и по цене такие ну доступные скажем так не супер конечно дешевые но по цене доступные вот давайте вернемся к моему тукану вышивать я начала середины стартовала я середины потому что здесь фоновый рисунок и здесь сразу предполагается что рисунок нельзя смещать четко надо его начинать с середины у меня вот отметочка здесь стоит и и отметочка вверху вот в изображение это вот пересечение этих двух отметочек вот здесь у меня получила середина ну и я пошла плясать пошла плясать вверх пошла немножко хвостик ему здесь добавила вот такая вот схема схемку вам покажу я вышиваю только по схемам исключительно все по бумаге все по бумаге у меня нет никаких электронных программ ну и вышиваю для меня эта схема очень читаемые очень я здесь все хорошо вижу глаз хватается за какой-то один значок за какой-то символ ну и пошла плясать по этому символу потом я уже цепляюсь что мне вам рассказывать девчонки все кто вышиваете вы знаете как все это происходит вот и вышиваю с огромным удовольствием это результат результат у меня чтобы я вам не соврала по моему пяти дней вот пять дней вышивался у меня вот это вот туловище здесь у меня осталось по заполнять вот одним цветом все вот эти пробелы вот ну и дальше буду вышивать конечно я иду вверх вышивать буду его клюв вот и уже мечтаю приступить к вышивке вот этих вот фиалок мне это как фиалки или орхидеи которые свисают над головой у тукана вот я уже как-то в ту сторону поглядываю но клюв у него тоже интересный яркий красивый симпатичный я тоже его буду вышивать и смотрю на вот эти вот вот эти вот пальцем показываю ну как обычно я не беру с собой ножниц папоротник не папоротник в общем какая-то какое-то растение которое вышивается бэкстичем и много-много-много будет этого бэкстича моего любимого то я на него так поглядываю понимаю что мне его уже надо наверно начинать вышивать не оставлять на конец потому что я могу и не закончить вот не люблю я бэкстич вышивать и что еще хочу сказать его я сейчас вышивание на станке не на пальцах ничего я вышиваю в два прокола держу в руках вот можете видеть мои крестики я даже близко показываю ничего не стесняюсь может где-то местами что-то где-то пляшет но в принципе мне нравится и я замечаю что мне все-таки нравится вышивать на руках и в два прокола мне так легче быстрее ничего не мешает потому что ну пяльца предполагают сразу какой-то станок потому что держать на пальцах сложновато что я вам в общем буду рассказывать у меня сейчас такое настроение вышивать без пялец то есть пока я все это дело шурую без пялец и в два прокола ниточки такие как знаете как шерстяные я сейчас вот я так на них смотрю не как шерстяные они кажутся хотя нитки больше похоже на швейные швейные тоненькие ниточки то я уже знаю потому что они первый набор вышиваю и они такие тоненькие синтетические ложатся хорошо я не на никаких нареканий у меня нет вот этот набор я еще не видела чтобы кто-то вышивал если вы где-то видели у кого-то на youtube напишите мне пожалуйста мне тоже будет очень интересно и понаблюдать и вышивать вместе с тем блогером кто вышивает этот прекрасный набор нигде не видела ни в instagram нигде ни у кого пока я вышиваю сама сама наслаждаюсь в общем нравится мне нравится у меня еще лежат мои тигры вернее тигр рай тропических джунглей или рай джунглей боже я уже забыла как он даже называется но вы все меня прекрасно поняли это этот брутальный красавец там тоже вышивать его хочется я о нем думаю не забываю и хочу уже видеть финиш ну и птицы зовут и птицы зовут хотя кто со мной уже давно вы скажете у меня там лежат еще набор почирикаем тоже меня ждет ну девчонки я сейчас за поклыком сердца вот за к чему душа лежит вот душа лежит пока к этому набору я вам даже его еще в покупках не показала хотя грозилось что я покажу все свои покупки с новой слободы которые я сделала еще в прошлом году но все никак девочки я сниму обязательно видео сниму настроюсь и сниму такой я блогер что наобещаю с три короба и потом я исполню это все только неизвестно когда вот так вот такие вот туканчики у меня будут вот такой вот старт это первый старт наторостела вам первый старт я не знаю сколько я в этом месяце старта ну наборов будет видно посмотрим но пока пока я вам три покажу а там будет видно второй второй старт у меня естественно волшебная страна чаривна краина куда же без нее вот я говорю у меня сейчас какой-то бисерный запой я заканчиваю одну какую-то игрушку бисерной и тут же у меня рука тянется достаю что-то другое вот мне хочется я не могу еще пока насытиться хочется вот этих бисерных процессов и это у нас будет иголочка иголочка игольница игольница такая чудесная девочка веселая такая симпатичная такая милая ангелочек то ли это какой-то мотыль очек в таком платьице с ромашками ну в общем классная она мне нравится очень такая милейшая и подбор по цветам бисера ну в общем классная девчуля и что 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 я ее уже вышиваю что я вам хотела показать что я вам хотела показать хотела показать что входит набор вот такой вот будет наполнитель вот такая вот тканюшечка и сама формочка на которую это все будет натягиваться наполнитель и закрываться вот такой тканью тканюшкой и вставляться в эту деревянную основу такую ажурную красивую мои как же мне нравятся эти все деревянные безделушки эти подставки эти игрушки а и пахнут они боже диком восторге и тоже чаривна краина меня покорила я не знаю сколько у меня уже всего отшито и сколько я еще буду отшивать вы скажете crazy crazy вот у нее будет задник закрываться вот таким вот фетром и открыточки все эти открыточки так что входит в набор так я тут пораскладывала сейчас ниточки уберу сюда и что же у меня получилось отшить получилось отшить вот платьишко красивый бисер очень красивый но для меня так как конфетка такая вышивается очень быстро легко такой легкий легкий процесс когда бывает иногда когда вышиваешь на равномерки и глаза потом в кучу съезжаются то хочется достать вот именно вот такую работу и с ней вышивать вернее ее вышивать что касается тут схемой был немножко такой нюанс схемы я когда распечатала и доставала сам бисер вот 6 и 7 у меня они практически похожи цвета я так присматривалась присматривалась отличие есть есть но тут надо так настроить свое зрение я не знаю в общем они мне практически слились и показываю я схему и на схеме что я на схеме вижу на схеме я не вижу ничего она мне тоже все слилось в общем я потом достала коробочку смотрю на превью я вижу эти два цвета я вижу на платьишки в общем собственно как у меня вот я вышиваю эти два цвета вот низ платья и пошел с правой стороны вот этот темный бисер но здесь я уже вам скажу я вышивала по наитию по самому превью подглядывала и вышивала все как ну как на превью потому что по самой схеме я ничего не могла отличить она мне все слилось все 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 как-то в общем вы можете видеть вот это такое знаете дело несущественное так я вышиваю все мне нравится бисер нравится вся проработка нравится в общем вот такой у меня старт и конечно же в скором времени мы все увидим финиш финишу быть потому что вышивать здесь абсолютно нечего такая игрушка легкая совершенно легкая хотя здесь пишут что в одной фигурке 2438 бисеринок вот казалось бы да понятное дело что такую фигурку за день не выщешь и за три дня не выщешь ну неделях да вот где-то неделю я на нее потрачу вот так вот между прочим вышивая там по две по три ниточки да и она выщется и будет у меня такая игольница так что касаемо второго старта я вам показала вот такой старт чаривна краина и поехали дальше что я вам еще хочу показать а следующим стартом у меня будет вот такой вот зимний сэмплер это если вы помните кто со мной уже на канале не первый день я осенью вышивала осенний сэмплер эти сэмплеры схемы вернее я взялась с интернета я не знаю чьи они вообще ничего не знаю просто распечатала вот в таком вот формате и вот мои схемы но я их показываю потому что я так понимаешь они в общем доступе то и мне можно их показать следующим сэмплером я буду вышивать земли зимний вот вы видите десембер дженуэри и там дальше пошло фебрери вот с таким орнаментом видите вот снежинки очень мне нравится вышивать эту замечательную как сказать такие сезоны сэмплеры по сезонам и они очень легкие волшебные воздушные такие ну я не знаю как вам объяснить мне очень нравится играться с цветами именно с подборкой цветов с подборкой ниток я вышиваю нитками ама это китайские ниточки вот где ж мой фокус думаю вот и в результате вот что у меня получилось на данный момент вот такие вот снежинки сэмплер как вы видите зимний да но в такими цветами вот почему-то мне так захотелось понимаете вот как бы я на него смотрю я его так вижу именно такими цветами его вышивать вот этот вот вот эти цветы как я вижу это наверно пуансеттия в январе у нас что ну скорее всего что это пуансеттия снежинки у меня тоже такие вот как вы можете видеть интересные в общем интересные переходы цветов и я играю с этими переходами цветов вот ниточки покажу вам ниточки я никуда их не перематываю вот как они у меня есть вот так я их такое безобразие кому-то покажется безобразие ну вот так вот я работаю с такими вот ниточками вот такие цвета я подобрала для работы и вот вот этот цвет вы скажете российского флага ну да я согласна но я немножко здесь его обыграю белый цвет я уберу у меня не будет белого цвета а вот именно переходы красные синие ну то есть по яркости вот он мне сюда просится такой по яркости надписи буду я именно делать вот такими вот переходами красный синий и не белый у меня будет а я сюда вставлю вот этот вот цвет который обрамляется именно вот это вот ну рамочка такой как вы можете видеть оранжевый переходы в розовый в общем вот такая вот красота так лишь мой фокус теряется что ж такое вот такая красота у меня будет кстати я не сказала ткань я взяла здесь эдинбург вот 3217 цвет 100 эдинбург 36 паунд 36 каунд хоть наконец-то вам скажу то что я взяла за ткань и на чем я вышиваю потому что у меня всегда проблемы с тканями и с этими названиями я никак не не могу не так часто я вышиваю на равномерках и все время путаю какой каунт и название тканей вот старт 2 моего сэмплера будет вот такой вот зимний сэмплер вот такая будет у меня красота вот пока пока три вот таких вот старта ну и я так предполагаю что в скором времени это будут то и финише я не собираюсь эти работы тянуть очень долго и что здесь тянуть сэмплер небольшой из-за чего он мне нравится потому что он легкий и быстрый результат я за один присест сразу могу от вышить раз вот эту вот полосочку даже этот присест я не буду сидеть целый день это вечером вечером под сериальчик села там два-три часа повышевала вот у меня элемент уже появился тут раз-два уже есть надпись и вот так вот мне еще ждет элемент вверху будет элемент вот такая вот узорчатая ажурная и внизу внизу что меня внизу ждет сейчас покажу вам внизу вот такие вот ромбики будут ну и окантовка самого сэмплером такие снежинки я их сделаю наверное сиреневого цвета потому что все таки сэмплер зимний как бы цвета должны быть не такие как у меня зеленые красные вот ну я в общем это все обыграю в результате я все покажу что будет на выходе на финише вот и это будет прекрасные такие сезонные ненавязчивые легкие 4 сэмплера они мне очень нравятся я просто вот как увидела я влюбилась и все мне надо и и все вот может быть какие-то еще я пришью шармики потому что я на али там тоже накупила интересных шармиков тоже в покупках я дальше вам все покажу что я купила на алиэкспресс вот ну и тогда до следующего включения девчонки пока вам не говорю пока еще повышеваю и мы с вами увидимся ну что привет привет девчули и я вам хочу показать свои результаты которые получились у меня за февраль месяц как было ранее сказано у меня случились февральские старты я на поначинала достаточно много и мелочи и есть такие уже наборчики более посерьезные посерьезнее и я покажу свой улов за февраль месяц ну и хочу начать вот этой вот девочки феечки игольница от чаривной краины вот и этот наборчик этот набор состоит из вернее как даже не набор состоит а было пришита 2438 бисеринок и как вы видите финиш как я говорила у меня очень сейчас такой знаете порыв на бисер мне хочется вышивать и вышивать я заканчиваю одну фигурку я тянусь за чем-то другим за каким-то другим бисерным процессом ну и так вот она у меня идет одно за другим одно за другим и понятное дело что эту милую феечку рыженькую я не могла не вышить процесс песня я очень люблю вышивать на вот этих вот деревянных заготовках все хорошо но игольница у меня еще как вы видите не оформлена до конца я еще не сшила эту подушечку потому что оформлять я не очень люблю поэтому я не знаю когда я ее возьму конечно здесь наверное не так много времени на это все пойдет ну в общем когда придет ко мне вдохновение на оформление тогда я и буду ее оформлять а сейчас пока вот то что с бисером я закончила и я этому очень рада и пошла вышивать дальше бисерные процессы давайте покажу что что же у меня было на выше то эту девочку я пока сильно далеко прятать не буду а положу я так чтобы она у нас кадре было для красоты и по такой мелочевки что же у меня было по мелочевке я немножко вас стрессу прошу прощения я вышила вот такую вот бабочку от вдохновения она у меня вот именно эта бабочка лежит очень уже давно не один год не два может три четыре я не помню уже сколько она у меня лежит и я хотела ее вышить и думаю ну значит если у меня сейчас такой вот такое вдохновение на бисерные процессы естественно я потянулась за ней и в результате у меня получилась вот такая вот красивая бабочка вот выше то меня вернее пришит сам болтик или как это называется на которые цепляется магнитик она у меня живет на холодильнике и как вы видите я вышивала не мононитью ли что здесь предлагали леска такая в общем она мне неудобная вышивать ею я попробовала вообще никакого желания больше не хочу вышивать я взяла обычную ниточку титан и в даже в две нитки даже не в одну а в две нитки я по пришивала бисер потому что я все свои такие вот изделия вышиваю в две ниточки для более такой крепости чтобы это было уже знаете как надежно и навсегда очень мне нравятся эти бабочки у меня их было три штучки это вторая из вышитых я даже сейчас вам покажу первую вот моя первая из этих бабочек и меня поперла на то чтобы собрать коллекцию их в этой бабочке немножко конечно пострадала усика потому что она у меня висит на холодильнике и моя внучка ее очень часто теребила но сейчас она этого не делает раньше когда мы ей помогали в этом она очень так любила ее потрогать и немножко здесь бисер у меня порвался отлетел но это не катастрофа пускай уже как есть вот теперь у меня есть две такие бабочки но улов мой феврале именно это а это я вам просто показываю как уже знаете мне хочется их много много и я кину вам такой спойлер я заказал на чаривной мыть и еще несколько пускай у меня будут эти бабочки потому что именно когда их много это очень и очень красиво когда то был бум на них вот я даже начала вторую это из покупок покупки я вам буду тоже показывать в отдельном видео но я уже потянула из покупок следующую бабочку вот она как называется посмотрите вы сразу видите сколько здесь пришивается бисеринок сейчас на вдохновение я их вышиваю на одном дыхании видите половина у меня уже отшита ну два вечера буквально за вечер получается мне зашить от пол крылышка так что я хотела сказать какое-то время когда не только появились эти бабочки от вдохновения они произвели какой-то фурор много девочек их покупали вышивали ну а до меня вот сейчас дошло раньше я как-то на них ровно дышала ну как я купила естественно побежала за всеми купила тоже они у меня были я вышила понаслаждалась и все а сейчас мне опять что-то захотелось вот опять я вот достала вот эту беленькую я ее вышила но с таким удовольствием столько я от нее получила ну не знаю как во первых получается это быстрый результат и быстрый финиш ну и в общем не знаю удовольствие я от нее получила поэтому я поназаказывала еще там несколько штучек себе в том числе и эту по старым ценам и я так понимаю на черевное мытье у их уже там остатки остались немножко и из того что там было я и заказала с этой бабочкой конечно не очень соответствует мы видим на превью одну картинку да а когда вышиваешь получается совсем другая вот чего-то я вот думала что здесь будет бисер матовый темно-бордовый из этих которые там 93 190 или по-моему вот эти номера если я не путаю потому что я уже давно бисером не вышивала могу путать а оказалось что здесь вы видите матовый коричневый вот такая она будет у меня в итоге но в целом будет конечно тоже по-своему красивая но с превью немножко расхождение даже не немножко такие расхождения серьезные да вот я вам показываю видно вам что получается ну ладно на этом я не буду акцентировать внимание в общем так вот такие у меня старты финиш и это мелочевка эти бабочки давайте на на половину половинчатую уберу из кадра а это пускай пока полежит для красоты мне очень-очень нравятся эти бабочки пускай так поехали дальше хочу вам показать свой старт вот этот вот тукан тропичный красуни видно вас лобода это вообще потрясающий процесс то ли здесь цвета то ли сам сюжет я не знаю в чем здесь такое волшебство но этот процесс я когда взяла в руки я его вышивала наверное не знаю недели две я не могла оторваться вот я его вышивала 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 и не могла от него оторваться вышиваю я его уже я говорила что вышиваю его не на никаких не на пальцах а просто на руках вот так вот мне захотелось никаких станков вообще ничего просто я беру на руках и вышиваю ровные там крестики или неровные может где-то не совсем ровные но я вам все покажу я не стесняюсь что у меня там получается это мой процесс все постирается все станет на свои места никто с лупой не будет подходить и не будет рассматривать у меня кстати вот здесь не дошиты все хочу дошить ниточки не хватило дошью так я вышиваю закрываю не все крестики но я к этому буду возвращаться вот посмотрите ближе вышивка на тонированной основе как мы знаем все сюжеты в основном все у новой слободы ну есть какие-то которые вышиваются на чистой канве а так вот сама прелесть том что тонированная канва ну и сюжет будет на ней просто огонь вы видите мои продвижения сколько получается ну и я так надеюсь что меня никуда не занесет никуда я больше не поверну ни в какую сторону а буду продолжать с таким же рвением вдохновением вышивать этот процесс и хочу видеть в скором времени результат вышивается он очень интересно все каждый элемент вот как вы видите вот если вышивать так вот с правого верхнего угла здесь будут какие-то такие фиолетовые похожие наверное орхидеи я так понимаю цветы потом если опускаться здесь тоже какие-то плетучие лианы тоже что-то какие-то цветочки по стволу затем вот эти все листья как монстеры ну в общем каждый элемент он вышивается недолго если серьезно над этим процессом работать он будет у вас расти на глазах просто будет на глазах вот эти чудесные цветочки которые мы видим с левой стороны ну потрясающий потрясающий нову слободу я люблю отшивов еще не видела пока может кто-то вышивает но я не встречала не в инстаграм не на ютубе нигде я не видела именно этого сюжета он довольно таки еще не старый по моему даже новинка прошлого года до осенью по моему она ну эти птички появились так что я еще его не нашивалась их глазами поэтому я сама вышиваю пока любуюсь и получаю вдохновение вот такой улов у меня феврале по новой слободе но это еще не все следующий процесс и следующий старт февраля месяца у меня вот этот сэмплер чей он я не знаю в общем у меня этих сэмплеров есть все сезоны этот зимний как вы видите по названию месяца одного и второго и вот такие вот мои продвижения по этому сэмплеру но я его тоже вышивала вышивала на вдохновение вот насколько мне удалось продвинуть этот сэмплер и все и я остановилась и пошла дальше по своим бисерным бабочкам в общем переключаюсь на другие процессы но я понимаю что мне его нужно закончить не откладывать потому что он небольшой здесь осталось совсем чуть-чуть вышить еще одно поле и подписать january february и все и а еще кстати мне надо ввести обвести саму рамочку в итоге вот что получается вышивать совсем не недолго вышивается он легко и просто и ну легкий такой приятный мне очень интересно подбирать эти цвета но пока что то я на нем тормознула все пришла уже весна и естественно этот сэмплер у меня ну буду стараться буду стараться конечно его довести до конца ну работа в целом интересная не знаю говорила я вам это или нет но повторюсь еще если говорила работа в целом очень интересная и но тут нужно только ловить вдохновение когда есть вдохновение и работа летит как не знаю как по маслу все идет и приносит море удовольствия вот долго я не буду на нем останавливаться но пока вот на этом этапе вот сколько мне получилось вышить феврале месяце и это собственно говоря мой старт но не за горами финиш так и еще один процесс я вам покажу здесь у меня все в ниточках но это процесс естественно так вот я вышиваю у меня никакой организации нет и еще какой у меня случился старт старт случился с вот таким вот миником петит gold петит вот такие вот гортензии ну что ж запахло весной завод цветы хочется уже с чего-нибудь такого и в вышивальных своих процессах иметь ну что я вам скажу вот этот вот петиты вот эти маленькие голдики я вышиваю первый раз до этого я никогда не вышивала никогда это первый раз и поэтому мне тоже очень понравилось очень и я не буду долго вас томить хочу показать свой свой старт сколько мне удалось вышить вот это то что знаете как первые мои крестики понятное дело это не один вечер это несколько вечеров три-четыре наверное но уже красота я немножко вот по вышиваю и любуюсь и любуюсь и любуюсь ну в общем очень он мне нравится нравится мне он давно вот эти вот я имею ввиду сюжет вот эти гортензии в ведре да в такой в таком в озоне интересном классное конечно ну дименшинс есть дименшинс это схема дименшинс это все ниточки кстати ниточки вам хочу показать схему не буду ну схему я думаю все девочки знают что себя представляет схема и вот такие вот цвета ниток мои любимые такие и неяркие достаточно такие цвета спокойные умиротворенные ну нарезку мы тоже все знаем дименшинс в общем ну красота тоже море удовольствия от этого процесса вот не знаю я любуюсь или никак не налюбуюсь вот такой вот сюжет вот такие мои старты по-моему все вам показала ничего не забыла вот так вот я распылялась весь свой февраль видите как бы ничего не взяла из тех процессов которые начинала ранее очень много у меня лежат процессов на завершении бери заканчивать да и финиш и финиш и там много таких а мне вот что-то захотелось что-нибудь новенького и все новенького и рука все тянется тянется вот это же творчество правильно и вышивая по вдохновению никто меня не заставляет вот куда вот что захотелось то я и беру вот я надеюсь девочки вам понравилось мое видео пишите комментарии что вам больше всего понравилось может какие-то процессы вы помните их вам хотелось бы видеть уже финиш вы мне скажите таким образом вы меня подтолкнете на завершение тех процессов в общем не забывайте ставить лайки подписываться кто не подписался и хочу вам пожелать всего самого хорошего самого наилучшего успехов в творчестве в творческого вдохновения ну и всего самого прекрасного пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok